МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24. В студии Катерина Пионова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. 8% годовых льготную ипотеку продлят до июля 2024 года, но поднимут ставку. Город преображается, как Саров готовится к встрече Нового года. Лучшая в спорте 2022 церемония награждения прошла в молодежном центре. Далее расскажем обо всем подробно. Льготную ипотеку в России продлят до 1 июля 2024 года. Ставка при этом увеличится до 8%. Об этом Владимир Путин сообщил 15 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Помимо этого планируют расширить семейную программу на жилье и снизить ставки на новостройки в новых регионах. Предполагается, что это позволит россиянам улучшить свои жилищные условия. Будет расширен доступ к семейной ипотеке, которая становится нашим основным инструментом. Сейчас такой кредит могут получать только те семьи, в которых дети родились, начиная с 2018 года. Теперь предлагаю обеспечить доступ к ипотеке в поставке в 6% для семей, у которых как минимум 2 ребенка не достигли возраста 18 лет. Это новое предложение. Прошу отработать как можно быстрее и приступить к реализации. Об обеспечении безопасности детей в школах, проблемах питания и кадровом голоде в сфере образования в прямом эфире Центра управления регионами рассказала Ольга Петровая, министр образования и науки Нижегородской области. Безопасность детей в школах – значимый вопрос для многих родителей. Сейчас во время уроков школы закрывают, чтобы никто не смог попасть на территорию объекта. О комплексе мероприятий по усилению мер в учебных заведениях в прямом эфире Центра управления регионами рассказала Ольга Петрова, министр образования и науки региона. Все школы оснащают камерами видеонаблюдения в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Сейчас задача, которая будет решаться, это заведение этих камер на систему безопасных город для того, чтобы постоянно был мониторинг. Не только тот вахтер, охранник, который сидит, не только директор, потому что, как правило, экраны в нескольких местах находятся, в школе, в ротации. Но и еще те люди, которые просто профессионалы, сразу это видят. Много вопросов от родителей в ЦУР поступало по вопросу обеспечения охраны школ. Взять эти средства из бюджета пока невозможно, поскольку сумма неподъемная. Ольга Петрова подчеркнула, что Минобразование очень плотно сотрудничает с МВД, Росгвардией и МЧС. Также ведется профилактическая работа в школах. Если рассматривать все и вводить это полностью в бюджет, то это колоссальная сумма получается. Поэтому мы сейчас находимся в таком формате диалога с Росгвардией, как это сделать более оптимально. То есть работаем, отрабатываем и понимаем, что это та часть, которая необходима для безопасного обучения ребенка. Но пока вот что мы сделали, мы просто закрыли. Подняли во время беседы и вопрос об организации питания в школах. Здесь контролировать ситуацию помогают родительские комитеты. Во многих регионах к этому вопросу подошли ответственно, поэтому на жалобы получается реагировать оперативно, рассказала министр. Еще одна значимая проблема региона – кадровый голод. Привлекают молодых специалистов к работе в сфере образования еще на стадии обучения в колледжах или институтах. Активная работа именно со студентами, причем и вузов, и колледжей. Потому что если мы говорим про началку и про воспитателей даже садиков, это колледжи. И я могу сказать, что в прошлом году у нас была проблема очень большая именно с контингентом воспитателей. Мы просто взяли одну группу, которая уже должна пойти на практику и отправили их на практику на полгода. После практики она у них закончилась, перешла уже в трудоустройство, и таким образом у нас садик стал полностью с кадрами и не один садик. Одним из главных итогов года Ольга Петрова назвала создание единого бесшовного механизма взаимодействия всех проектов, реализующихся в рамках системы образования на территории области. По ее словам, таким образом педагоги получают равные возможности, а ученики – нужный им результат, независимо от района проживания. Саров начали украшать к новогодним праздникам. Светящиеся конструкции установили на улице Зернова. В течение недели украшения поставят во всех районах города. В фруговерте рабочих будней не всегда возможно почувствовать атмосферу праздника. Не добавляют настроения и погода, со своими порой почти весенними капризами. На помощь приходят вот такие конструкции, которые планируют установить по всему городу. С ними Новый год для горожан станет чуточку ближе. Рабочие уже начали монтаж светодиодных украшений и фотозон. Уже знакомые саровчанам Дед Мороз, Снегурочка и Большой Шар появятся на площади Ленина. Там же поставят фотозону со снеговиками. У фонтана за администрацией горожан порадуют установкой «Северное сияние», композицией олени и другими украшениями, которые были в прошлом году. На перекрестке Раменской-Березовой для жителей района новогоднее настроение создадут елка, мишки и снеговик. Около кинотеатра России установлена уже фотозона, рамочка и новогодняя ель. В районе бассейна устанавливаются елочки и деревья. Деревья там с шарами такие вот. И будет еще фотозона в районе 13-й школы, это 15-й микрорайон. Будут также елочки и фотозона, рамочка такая. Светодиодные конструкции также появятся в сквере по улице Зернова. В парке на перекрестке улиц Павлика Морозова-Садовой уже установили елку. Как и в прошлом году, сделать красивые фотографии там можно будет на фоне шатра «Звездное небо». Монтируют новогодние украшения команда из нескольких человек с помощью специальной техники и подъемника. Есть конструкции как бы это, но попроще, что-то там вот игрушечки, они чуть-чуть поменьше занимают. Если большая, то есть конструктив, то есть в течение дня две можно установить. То есть если большие, скажем, вот это все равно, то есть которая вот сейчас собирается, то есть она большенькая все равно. Чтобы создать для горожан новогоднее настроение как можно скорее, сотрудники ДЭПа выходят на смены и в выходные дни. Все работы по установке украшений закончат в течение недели. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. В Нижегородской области появились новые льготные категории граждан, которые будут получать дополнительную социальную поддержку. Дети военного времени, дети-сироты военного времени, несовершеннолетние, принимавшие участие в восстановлении народного хозяйства в период с 1946 года по 1950. Закон вступит в силу с 1 января. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В больницах и поликлиниках будут проводить тестирование на вирус гриппа и другие респираторные инфекции. Его можно будет пройти по программе ОМС. Это позволит оперативно выявлять тип инфекции и назначать необходимое лечение. Решение принято в связи с ростом случаев заболевания гриппа, в том числе в сочетании с коронавирусом. Ограничений на федеральном уровне из-за гриппа и ОРВИ не будет, заявила Анна Попова. Тем не менее, по словам главы Роспотребнадзора, заболеваемость гриппом и ОРВИ в России продолжает расти. Благотворительную акцию «Новогодняя сказка-2022» проводит молодежная комиссия правкоморфия Цвнеев. Принять участие в ней можно, сняв с елки конверт с письмом ребенка и исполнив его желание. В этом году елка украшена письмами воспитанников Темниковского детского дома-интерната, Богоявленского детского дома и Центра социальной помощи семье и детям Сарова. Адрес штаба Куйбышева, 24, кабинет 108. С начала 2023 года вводится единый налоговый платеж, который все больше вопросов вызывает у бухгалтерских служб различных организаций. В ЦПП состоялся круглый стол по изменениям налогового законодательства. С начала следующего года в налоговое законодательство вводится новое понятие – единый налоговый платеж. Это новый способ уплаты налогов и обязательных платежей. С 1 января ЕНП станет обязательным для всех налогоплательщиков. Если сейчас уплата производится отдельно по каждому налогу с подготовкой документов, также отдельно по каждому платежу, то со следующего года платить налоги и взносы нужно будет одним платежным поручением. Существенно меняется подход по уплате. То есть введен единый налоговый счет. То есть если раньше вы платили по каждому обязательству отдельно, по каждому кабинет, по каждому обязательству, который есть в этом предприятии, то сейчас все ваши денежные средства будут аккумулироваться на одном счете. В связи с нововведением изменятся сроки уплаты большинства налогов, авансовых платежей по ним, страховых взносов, а также сроков предоставления отчетностей. Вопросы по изменению налогов в законодательство обсудили на площадке Центра поддержки предпринимательства. Встреча прошла в формате диалога, где каждый присутствующий мог задать спикеру интересующие вопросы. Вопросов было достаточно много. Людей интересует момент перехода, возможно ли какие-то нюансы в переходный период. Ну и конечно по глубине заполнения отчетности и предоставления ее в налоговые органы. Узнать подробную информацию об уплате налогов можно по телефону 3-58-75, либо 3-48-37. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Лучшие спортсмены Сарова и их тренеры получили награды. Церемонию награждения по традиции провели в молодежном центре. В этом году победители определяли в 11 номинациях. Пятикратный призер первенства России дважды победитель первенства Евразии. 11 лет воспитанника кара Андрей Малыгин отдал рукопашному бою. Не раз со своим наставником Валерием Трубином юноша покорял новые спортивные вершины. Большая удача найти свой вид спорта, в котором сможешь раскрыть потенциал, считает Андрей. И ему это вне всяких сомнений удалось. Привел меня отец туда, за что я очень благодарен своим родителям. В принципе, за то, что они меня туда привели, за то, что они меня направили в то русло, потому что найти спорт, в котором у тебя начнешь, получается довольно тяжело на себе. За 11 лет наша работа с тренером, мы на самом деле много чего добились. Успехи Андрея Малыгина в нашем городе оценили по достоинству и признали юношу лучшим в номинации «Спортсмен года в неолимпийских видах спорта». Лучших в спорте наградили на сцене молодежного центра. Почетное звание «Тренер года» получил Валерий Трубин. «Хоккеисты, баскетболисты, пловцы, теннисисты. Наверное, десятки видов спортов, в которых Саров действительно несет свою славу. И нам не стыдно представлять наш город во всех видах спорта, которые только существуют. Конечно, я знаю, каким трудом и какой кровью достаются эти победы. И очень уважаю тех людей, которые в жизнь положили за достижения во имя спорта, во имя города». Лучших в этом году определили в 11 номинациях. Победителем в номинации «Молодое дарование» стала Алиса Рубцова. Призер молодежного первенства «Мира по шашкам». Тренирует Алису Олег Васенькин. В номинации «Преданность спорту» награжден Николай Иванович Орлов. Победитель всероссийских соревнований по спортивному ориентированию. «Я должен эту награду вручить тренеру Сергею Павловичу Егоршину, мастер спорта по ориентированию. Это благодаря его. Он как играющий тренер тоже участвовал во всех соревнованиях и привел меня вот к таким наградам». Гостям вечера подарили праздничную программу. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Продолжается муниципальный этап первенства школ города по волейболу среди сборных команд юношей. В турнире участвуют 10 команд. На четвертом дне соревнований в школе номер 7 побывала наша съемочная группа. Команда школы номер 17 сыграла несколько игр и во всех стала лидером. Ребята всегда активно готовятся к волейбольному турниру, настраиваются на серьезную борьбу за выход в первенство. С каждой игрой члены команды все больше набирают форму и дают фору соперникам. Секрет такого успеха у ребят простой. «Мы просто доверяем друг другу, все уверены, поддерживаем каждого игрока нашей команды. И у нас очень сильная команда. Сегодня мы готовы закончить игру 2-0 без каких-либо проблем». Совсем недавно закончилось первенство по волейболу среди девушек. Теперь эстафету подхватили молодые люди. В муниципальном этапе первенства школ города по волейболу среди сборных команд юношей участвуют 10 команд, которые разбиты на две равные группы. Из каждой группы две сильнейшие команды выйдут в плей-офф на стыковые матчи и поборются за первое место. Сейчас для спортсменов идут решающие игры, которые определят, кто выйдет в полуфинал и финал. «В волейболе мы играем три партии. Первые две партии играются до двух побед. Если первые две партии 1-1 заканчиваются, то назначается третья партия до 15 очков. Первые две партии играют до 25 по правилам волейбола». На четвертом дне первенства по волейболу сыграли несколько команд школ города. В том числе на паркете столкнулись и два принципиальных соперника – гимназия номер 2 и лице номер 15. Игра была эмоциональной жаркой. Каждая команда с боевым азартом стремилась к лидерству. «Мальчики мы в течение всего года готовимся к соревнованиям. Для нас достаточно принципиальных соревнований. Мы стараемся каждый год быть в призерах как минимум. Мальчики готовы. Готовы сражаться, готовы биться, готовы побеждать». После финальных соревнований наградят победителей волейбольного турнира. Муниципальный этап первенства школ города по волейболу среди сборных команд юношей проходит в рамках спартакиады по различным видам спорта. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работали Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА